С самого финиша, скорее всего, будет возможность... Ай-яй-яй, вот это падение! Этот полет нашей спортсменки Марии Травиничевой явно войдет в историю. Сочи, этап Кубка России, золотой заезд в параллельном слалом гиганте, равный заезд с именитой югорчанкой Натальей Соболевой. Но за пару метров до финиша Травиничеву подбрасывает на кучки вверх, и спортсменка теряет равновесие. Судьям понадобилось какое-то время, чтобы определить, что Травиничева все-таки закончила дистанцию, хоть и по воздуху, но раньше соперницы. Чуть неправильное положение корпуса, вот и получился такой финиш эффектный. Первая мысль это была только, кто первый из нас финишировал, и с преимуществом на 4 сотых это была я. На пресс-конференции журналистам была представлена еще одна героиня зимнего сезона, горнолыжница из Белокурихи Вероника Цупикова. Под самый занавес на Кубке страны в Мурманской области выполнила норматив мастера спорта России. А еще в ее копилке серебряная медаль в супергиганте и бронзовая в суперкомбинации. Все очень верили, очень ждали этого мастера спорта. Мы долго к этому шли, Вячеслав Сергеевич и Сергей Иванович об этом знают. Вместе со мной работали, то есть и очень многое прошли, чтобы он все-таки получился. И за это время как бы много было результатов, но повод для того, чтобы собраться, это первый мастер спорта, я имею в виду, здесь у нас в школе. В прошедшем сезоне не только девушки были триумфаторами на склоунах. Горнолыжник Семен Ефимов стал обладателем Кубка страны и завоевал золото на чемпионате России. Так что сезон наши горнолыжники завершили на отлично. А пока отдых после подготовка к новому сезону. Тем более, что на Алтае пройдут серьезные всероссийские старты. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. День с толком.